Босиком по снегу они уходят прямо под лед. Саратовские моржи ждали этих зимних морозов, наверное, больше всех. Прорубь в Волге, процедуры закаливания. На улице почти минус 20, а им не холодно. Мы дикие моржи. Мы раздеваемся, одеваемся здесь. Вы, наверное, зимой вообще не мерзнете, да? Ну почему? Бывает. Но сейчас вот после проруби жарко уже. И летом, и зимой он на велосипеде. Сергей Красовский каждый день приезжает на набережную окунуться уже пять лет подряд. Пенсионер принимает солнечные ванны вне зависимости от времени года. Солнышко было, мы тут загорали с приятелем. Он где-то, наверное, полчаса вот так загорал. Обгореть не обгорел, но потом, когда куртка замерз, вот так вот дрожал долго. Вам тоже не жарко, я смотрю. Ей приходится мерзнуть по работе. Зимой на улице Мария продает самый ходовой товар. В день уходят по 20 пар шерстяных носков и три пуховых платка. Смотрите, какая прелесть вообще прям. Бабулька, говорю, прям кудесница. Меха на любой цвет и вкус. Зимой здесь наступает горячая пора. На изготовление одного мехового изделия уходит неделя. В ателье у Оксаны Хабаровой уже выстроилась очередь со шубами. У нас висит то, что можно отделать кожей. Видите, допустим, светлый мех. Как бы стандартная шубка. Но когда она украшается интересной кожей, тем более, которая в единственном экземпляре, вещь становится уникальной. Зимой легче дышится. Морозный воздух на 30% богаче кислородом. Получается, что зимние прогулки помогают укрепить иммунитет, снизить холестерин в организме, а также избавиться от стресса. Получается, в каждом минусе можно найти большой плюс. Надежда Новикова, Игорь Шишилин. Новости Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова